так всем привет ребята сегодня мы поговорим о штриховке нужна ли она меня зовут евгений пикачев начнем рассматривать вообще принцип штриховки потому как нам ее принципе когда-то учили или мы слышали об этом что она должна тренироваться что ли или ее нужно применять сознанием говорится на тренированные руки и все в таком роде вот мы по крайней мере я часто рисовал квадратики и рисовал такие вот элементы подобно как вот здесь вот то есть чтобы линия как говорится завершалась вовремя начиналась и в правильном месте заканчивалась это все конечно хорошо и на учебном моменте это все правильно в принципе вот и техника которая описывается в учебниках лифте не путают урелых встречали что она должна перекрещиваться не больше чем ну один там два градуса вот и чтобы не избегать такой так называемой сетки такой совсем по 90 градусов и меньше в общем чтобы не было допустимости такой вот скажем сильного том того такого и ряшливого она имела и имела вид ряшливый вид и об этом мы как раз мы хотим я хочу по своим побеседовать как вы думаете сразу же вопрос вот часто ли происходит так вот и по и используете штриховку которая вот представлена пример вот здесь вот у меня такая вот есть подборка вот я например вот я понимаю что здесь возможная и элементы такого тренировочного характера для того чтобы поставить руку и так далее тоже это применяю но это не совсем штриховка скажем так и декоративные элементы как вот вот в этом месте но тоже вот в этом отчасти он больше половины то есть декоративная штриховка мы так дальше скажем так в основном используется более классическая скажем так штриховка она вот больше даже трудно где-то найти представленных скажем вариантах вот а все-таки вот элемент декора в общем то здесь штриховка служит не более не менее как вот передача текстуры вот и либо какого-то может быть объема или формы вот на самом деле когда если ее применять сознанием сознанием и использование как эскиз то фактически она не используется давайте посмотрим на вот вот эти вот эскизики как правило как в натюрморте это представлена штриховка классический вариант допустим это у нас цилиндр скажем так вот и здесь самая фокус вашего внимания акцентировал вот вот на этом месте как вы думаете штриховка как вы его будете показывать и через что и какими каким образом и каким методом вот и вот как раз это мы подошли к теме сути разговора то есть если вы будете строить предмет цилиндр в данном случае вот то попытаетесь вы концентрировать ваше внимание вот именно вот в этой части если это у вас как бы зрительный центр то есть и который подтверждается контрастом ну и как кризиса к решается он формой тени падающие от предмета ну там линии горизонта если чтобы он стоял и так далее но это уже получается уже вторая и третья части которая принципе нарисовал цифрами так вот это последовательность и вот эти план дальше она сопровождается также со штриховкой поэтому направление и усиление ее как бы этой штриховки она сама сам сообразно значит виду даже не виду а сообразно вашим целям скажем так на что вы привлекаете внимание зрителя вот это первый момент то есть в данном случае возможно вот это вот на штриховка которую допустим здесь она допустима к первому варианту вот в данном случае здесь далее если вы будете с поступать сообразно как говорится планом эта штриховка фактически не понадобится она может быть совсем уходить на нет ну с нажимом будет по-другому совсем себя вести и не то настолько активно потому что вы декоративным планом и освобождаете от от насыщенности скажем так уж тем более на третьем плане где факт фактически это может быть очень очень легкая очень такое направление где она еле-еле заметно это в контрастной зоне может быть так чтобы отделить вот предмет от света а все остальное может быть она и даже спишется вот почему очень важно иметь такие нет уже здесь края скажем и так 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 называемого лайн-арта который значит обеспечивают эту границу то есть граница самое главное должна быть в том месте где фокус зрителя вот это касается темы штриховки как раз вот и так называемого лана лайн-арта где нужно применять строгую вот эту вот границу светотени и переходящая значит солнце светотени падающий тень данном случае и также она освобождается эта штриховка то есть это первый момент то есть как она применяется в жизни я сейчас не буду вдаваться подробности детализацию как она будет выглядеть возможно в дальнейших этапах развития темы и я вам покажу то есть будем наблюдать эту картину вот это классик классический скажем так вариант вот если есть творческий вариант так называемого натюрморта когда вот этот маленький скизик вот он где то же самое натюрморт но он добавился у нас в конце конце еще еще какой-то предмет и он является будет на самом деле фокуса то есть самым главным самым главным то есть наше представление зрителю мы должны донести вот обратить внимание на это не то что как бы впереди нас и соответственно является это главным возможно такой вариант что у нас не факт как говорится вот и каким образом и каким методом это будет достигать с помощью штриховки вот один из методов это направление движения вот этого что этой штриховки сообразно цели скажем так вот это перспективно это такое вот направление может быть такое но применяется уже плане штриховки в самой штриховки то есть мы уже минуем объем понимание как говорится рисование по форме штрихование по форме который раньше нас учили и в лайн-арте то же самое он может быть где-то то есть это может быть вот такое движение то есть не факт это что будет эта простая линия она может вот такая тоже сопочиняться как говорится направлению главного а не второстепенного которого у нас мы видим на переднем плане потому что эта цифра номер два вот и таким образом получается что штриховка которая нас преподносит преподнесена фактически она не является как таковым фактом которым нужно следовать то есть получается что если мы ставим определенные композиционные цели то она используется у нас сообразно этим целям и даже в эскизах для того чтобы создать эти формулы формулы и представления для себя для того чтобы их можно было запутать записать в режиме облегченного рисунка то есть наброска или лайн-арта по сути он должен содержать себе все все тот функционал чтобы его не забыть вот это второй момент в декоративном допустим использование когда ну скажем не то что штриховка а сама линия который имеет акцент и направленность то есть самое главное допустим у нас композиционный здесь центр который развивается по части там по бокам страницы он имеет то же самое активность декоративного элемент в центре ну то есть композиционного центра и практически на нет с небольшими акцентами уходит по уже по периметру скажем так это чтобы поддержать этот композиционный центр только для этого и это как бы сообразные скажем так композиционным целям такие приемы вот насчет того что вот я вам говорил что в первом случае когда штриховка идет по объему она характерна зрительному центру которого здесь вот мы встречаем далее этот объем может фактически быть упрощен то есть мы можем накладывать мазки как говорится уже в том в том осознанном порядке где у нас является главный центр то есть чтобы декоративно его не перебивать не было бы какой-либо мешанины иначе вот это вот возня в мазках приведет беспорядку и детализацию в самом себе очень часто допускают ошибки вот люди которые ну как бы не по незнанию что ли используют лишь бы накрасить лишь бы попасть в цвет а там уж не важно как говорится все важно и имеет значение просто важно это понимать скорее так вот вот насчет также характера нанесения штриха то есть насколько за . карандаша является важным моментом для акцентирования внимания насколько он не заточен сколько вот он повернут это тоже в digital имеет важное значение потому что если усмотреть на задачи кисти фотошопе то это тоже самый то же самый момент то есть дигитал и традиционал они скажем так переплетаются друг в друге и все это имеет значение так вот кисть кисть тоже имеет тоже свои особенности ну вот какая она мягкая или она какая твердая то есть то есть насколько это все все имеет как бы цепочку вот то что я вам говорил что является главным и второстепенным о примерах мы посмотрим так насчет светотени то есть или светотеневых отношений которые мы тоже на вам знакомо имеющие вот семь значений это блик свет полус свет там полутень тени там рефлекс падающая тень вот всем всем эти значения они тоже могут быть совсем не фактом для использования потому как разные разные характеры композиционные разные центры вот не факт что нужно на переднем плане то есть делать это все вот эти семь пунктов вот потому что это может быть и не главный у вас как говорится предмет на который нужно уделять столько внимания он может быть решен скорее вот так вот несколько второстепенным способом потому что это как говорится не суть вот и в композициях это очень часто применяется вот также применяется это и в рисовании концепта например если вы рисуете скажем так того же жука или не знаю машину то есть вполне это нужно сфокусироваться ну знать понимать что вы конкретно хотите увидеть или донести то есть какой именно элемент вот в данном автомобиле то что весь рисунок одинаково решить ну не нету смысла потому что он либо будет не очень интересным вот либо он просто как бы не акцентированным будет смотреться то есть на что конкретно нужно смотреть человеку то есть это тоже имеет важное значение в лайн-арте при подаче эскиза тоже этого этот момент рассмотрим как ну вот здесь вот вариант кубика тоже то что я говорил что штриховка по форме здесь используется одно направление штриховки вот фактически и здесь сзади как говорится фон но акцент самый главный направлен на тени вот здесь используется уже перекрестная штриховка очень хорошее качество ну в общем все сообразно как говорится цели на что есть идет внимание то есть вот на этот момент и вот на контрастной скажем так все он получается вот такая вот форма условно говоря вот она обозначена вот здесь вот контраст тени и вот завершается и здесь фактически идет больше динамика штриховки а все остальное упрощается до нельзя это вот основные принципы создания эскиза и применение его в лайн-арте то есть фактически нам нужна формула формула как говорится что вы хотите добиться в этом эскизе и она должна выражаться как можно понять понятными и простыми методами для достижения вот для достижения они применяются либо тоном конкретность и показано как здесь либо я делаю буквально цифрами то есть это для меня главное задний план нежели передний как казалось бы в данном случае кубик то есть все это в зависимости вашему контексту то что вы придумываете в композиции и несет важное значение в результате в вашем эскизе вот в общем то эти принципы идут в основе понимания того что такое штриховка и как как ее использовать если вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал и перейдем к следующей части как используется штриховка ну или эскиз в других работах на примерах